Дороги под Москвой встречают снегом. Чем дальше в область, тем сказочнее зима. Ну вот, добрались мы до заповедника. Перепутать въезд с чем-либо другим, наверное, сложно. Есть здесь, видимо, канатные лагеря, но мы приехали сюда не за этим. Идем к зубрам. Пока шли немного размялись, теперь мы окончательно уже готовы к этой встрече с зубрами. Но сначала нужно купить билеты. Билет на индивидуальную экскурсию стоит 2000 рублей. Хотя посмотреть на зубров можно и дешевле. Но о том, как это сделать, нам сейчас расскажут на кассе. Да, действительно, цена экскурсии стоит 2000 рублей. Но можно сэкономить и дождаться еще 4-х взрослых людей. Будет стоить вам 400 на взрослого, 200 на школьника. И до 7 лет детки у нас пойдут бесплатно. 2000 прибережем, будем ждать других туристов и экономить. Два человека уже пришли, осталось дождаться еще двух туристов. И тогда билет будет 400 рублей. Идти до самого заповедника придется около 2-х километров. Зубры и бизоны любят тишину и чистоту. Ну вот и все, дошли мы до точки невозврата. Дальше пройти можно только с экскурсоводом. Благо, он у нас есть. Здравствуйте, Сергей. Ну, пойдемте уже к зубрам, наконец. Здравствуйте. Пойдемте. Ну, вот на этом стенде изображены животные, которые у нас здесь обитают. Даже волки водятся. Ну, волки, скорее всего, нет. Но заходят временами волки тоже. Это радует, что здесь. А вот, наконец, и наши здоровяки. Мощные, рогатые. Немного даже страшновато. Чем вообще занимаются зубры и бизоны в течение дня? И нет ли вероятности, что сейчас вот он стоит и со всего маху прям рогами, да в решетку и у нас? Ну, сейчас вот они отдыхают. Вероятности того, что он нападет, конечно, нет. Но на всякий случай, видите, у нас здесь отбойник и решетка. Это сделано специально. То есть, в принципе, они звери спокойные, да? Да, но особенно вот этот бычок. Это очень старый бык. Его зовут Мугли. Он родился в 2002 году. То есть, для самца он очень старенький. Но, тем не менее, в этом году, 29 апреля, вот у них родилась мурашка. А ведь этой красоты могло бы и не быть. 90 лет назад на всей нашей планете осталось всего 12 таких пушистых добряков. А виноват во всем человек. Сейчас популяцию зубров спасли, но посетителей близко все равно не пускают. Даже на покормить и погладить. Так вот, самый главный вопрос. Почему все-таки нельзя кормить этих животных? Они же добрые такие. Ну, дело в том, что мы кормим их очень хорошо. Их кормят с утра и вечером. Обязательно кормят без присутствия экскурсий. Вот, чтобы у животных не было ассоциации кормления и человека. Живут эти дикие коровки в среднем 25 лет, а собираться любят прям как мы в семейном кругу. А здесь у нас зубры футбольного мира. Вот этот, что ближе к нам, его зовут Мундиаль, а левее Мудзюба. А это ближайшие родственники зубров, бизоны. Мне они показались чуть поздоровее и немного стеснительнее. Какой же ты ровный. Все, испугался он меня. Посмотрели на всех рогатых, пора возвращаться в цивилизацию. Для первого знакомства более чем достаточно. Ну, все согрелись, на зубров посмотрели. Скоро темнеет, нужно искать ночлег. Несколько гостиниц есть в самом Серпухове, но мы хотим ночевать на природе, поэтому выберем какую-нибудь турбазу. Из множества вариантов мы выбрали Петрухина клуб. Ехать из заповедника всего 10 минут, ориентир деревня Всходы, Серпуховский район. Помимо отеля здесь есть ресторан, даже русская баня и тир. В общем, все, что нам нужно, идем заселяться. Размах вашего отдыха выбирать только вам. Хотите, заселяйтесь в номер за 3000, а желаете и за все 30. Сейчас немного покажем номер изнутри. Начнем с ванной комнаты. Здесь у нас, видим, такая просторная душевая кабина. Раковина, зеркало. В этой комнате у нас большая просторная кровать. Кстати, номер семейный стоит всего 4000 рублей. Здесь видим телевизор, кресло. Ну и самое главное, чистый загородный воздух. Не хотите жить с соседями, снимайте отдельное бунгало. Снаружи шикарно, внутри, наверное, комфортно. Пойдем и проверим. Для большой семьи или для двух семей очень подойдет купольный коттедж. На четырех человек. Здесь две спальни раздельные. Один прекрасный большой санузел. Такая зона для отдыха. Но у нас нет такой большой компании, поэтому позавидовали молча. Пошли дальше. Будете в Петрухину, не повторяйте наших ошибок. Баню нужно заказывать за 3-4 часа до сеанса. Мы это сделать забыли. Пойдем смотреть на лошадей. Заниматься верховой ездой здесь недорого. Один сеанс от 750 рублей. Зубров нам погладить не дали. Больших коней гладить мы сами боимся. Будем отыгрываться на вот таких мини-пони. Здорово, друг. Наш маленький друг оказался с большим характером. А дальше будет смертельный номер. Танец человека и пони. О-о-о-о! Тихо. Стоим. Стоим. Оп! Не сказать, что это было легко. Но мы справились. За окном уже стемнело, пора подкрепиться. Питание включено в стоимость номера, но при большом желании и сильном аппетите меню легко расширяется. Заканчивается наша поездка. Самое время подводить итоги. Лучше потратить на это путешествие два дня. Первый посвятить полностью Зуврам, а второй отдать развлечениям, бане и лошадям. А теперь перейдем к цифрам. На дорогу предлагаю закладывать где-то 2000 рублей. Как сэкономить на билете в заповедник мы уже рассказывали. Здесь один номер стоит от 3 до 30 тысяч рублей. Баня обойдется где-то в 3000. Занятие с лошадками от 750 рублей. В общем, найти развлечение здесь можно на любой кошелек. А приезжать лучше не одному, как я, а со всей дружной семьей. Такая вот она зима в Подмосковье. Продолжение следует...